10 ноября в областной столице состоится масштабное культурное событие. Впервые пройдет первый благотворительный Венский бал. Сейчас к нему идет активная подготовка. На репетиции побывала Александра Сосновская. Раз и два и три и четыре. Танцевать обязана каждая клеточка тела. Ощущения свободные, а движения отточены до совершенства. Венский вальс, полонез и полька уже через полтора месяца пары представят на торжественном балу. По традиции это первый выход цвета, представление дебютанта королеви, девушек из надных семей достойных, которые уже получили образование, которые уже могут блистать. Партнеров дебютанткам подбирали из числа профессиональных танцоров. Мое первое знакомство с моим партнером прошло буквально два дня назад. Это было что-то незабываемое. Буря впечатлений, эмоций, мне все понравилось. Мне со стороны партнерши очень сильно повезло. Диана занималась танцами 8 лет, поэтому ей в принципе дается все буквально со второго, с третьего раза. Повод отвлечься от своей дамы может быть только один – брошенная соперником перчатка. В остальных случаях взгляд кавалера беспрекословно прикован к партнерши. Очаровать зрителей наверняка получится у каждой, говорит Алексей Литвинов. Он старается научить не просто красиво двигаться, но и красиво мыслить. Если ваше платье бальное позволит вам сделать двойной поворот, а это будет очень красиво, вы себе можете это разрешить. С маленьким условием. Все должно быть музыкально. Кстати, наряд каждая дебютантка готовит себе сама. Кто-то присматривает готовые платья, а Светлана хочет поразить всех ручной работой. Она дизайнер. Еще только ткань готова, как обычно, я думаю, что не в последнюю ночь, конечно, потому что события ответственные. Но я думаю, что это будет уже ближе к Венскому балу, мне понятно. Соберу эмоции, которые я получила в процессе тренировок. И что-нибудь да выйдет красивое со стразами, белое, с перьями. Двухчасовые репетиции, может, и утомляют, но ради такого события, как Венский бал, стоит постараться. Не менее важным моментом для их личного ощущения является то, как они переживают эти моменты музыки, этих движений, изучение этих движений, исполнение их затем на балу. Полагаю, что все вместе станет неизгладимым впечатлением, которое они пронесут через всю свою жизнь. В танцевальных классах скоро появятся и родители девушек. На паркете 10 ноября они тоже закружатся в вальсе. Александра Сосновская, Евгений Еремеев, Сибинформбюро.